Арабская сказка. Приключения Синдбада-морехода. Первое путешествие. Давным-давно жил в городе Багдаде купец, которого звали Синдбад. У него было много товаров и денег, и его корабли плавали по всем морям. Капитаны кораблей, возвращаясь из путешествий, рассказывали Синдбаду удивительные истории о своих приключениях и о далеких странах, где они побывали. Синдбад слушал их рассказы, и ему все больше и больше хотелось своими глазами увидеть чудеса и диковины чужих стран. И вот он решил поехать в далекое путешествие. Он накупил много товаров, выбрал самый быстрый и крепкий корабль и пустился в путь. С ним поехали и другие купцы со своими товарами. Долго плыл их корабль из моря в море и от суши к суши. И, приставая к земле, они продавали и выменивали свои товары. И вот однажды, когда они уже много дней и ночей не видели земли, матрос на мачте закричал. «Берег! Берег!» Напитан направил корабль к берегу и бросил якорь у большого зеленого острова. Там росли чудесные невиданные цветы, а на ветвях тенистых деревьев пели пестрые птицы. Путешественники сошли на землю, чтобы отдохнуть от качки. Одни из них развели костер и стали варить пищу, другие стирали белье в деревянных корытах, а некоторые гуляли по острову. Синбад тоже пошел гулять и незаметно для себя удалился от берега. Вдруг земля зашевелилась у него под ногами, и он услышал громкий крик капитана. «Спасайтесь! Бегите на корабль! Это не острова, а огромная рыба!» И в самом деле это была рыба. Ее занесло песком, на ней выросли деревья, и она стала похожа на остров. Но когда путешественники развели огонь, рыбе стало жарко, и она зашевелилась. «Скорей! Скорей!» – кричал капитан. «Сейчас она нырнет на дно!» Купцы побросали свои котлы и корыто и в ужасе бросились к кораблю. Но только те, что были у самого берега, успели добежать. Рыба острова опустилась вглубь моря, и все, кто опоздал, пошли ко дну. Ревущие волны сомкнулись над ними. Синбад тоже не успел добежать до корабля. Волны обрушились на него, но он хорошо плавал и вынырнул на поверхность моря. Мимо него плыло большое корыто, в котором купцы только что стирали белье. Синбад сел верхом на корыто и попробовал грести ногами. Но волны швыряли корыто направо и налево, и Синбад не мог им управлять. Капитан корабля приказал поднять паруса и поплыл прочь от этого места, даже не взглянув на утопавшего. Синбад долго смотрел след кораблю, а когда корабль скрылся вдали, он заплакал от горя и отчаяния. Теперь ему неоткуда было ждать спасенья. Волны били корыто и бросали его из стороны в сторону весь день и всю ночь. А утром Синбад вдруг увидел, что его прибило к высокому берегу. Синбад схватился за ветки дерева, которые свешивались над водой, и, собрав последние силы, вскарабкался на берег. Как только Синбад почувствовал себя на твердой земле, он упал на траву и лежал, как мертвый, весь день и всю ночь. Утром он решил поискать какую-нибудь пищу. Он дошел до большой зеленой лужайки, покрытой пестрыми цветами, и вдруг увидел перед собой коня, прекраснее которого нет на свете. Ноги коня были спутаны, и он щипал траву на лужайке. Синбад остановился, любуясь этим конем, и спустя немного времени увидел вдали человека, который бежал, размахивая руками, и что-то кричал. Он подбежал к Синбаду и спросил его, «Ты кто такой? Откуда ты? И как ты попал в нашу страну?» «О, господин!» ответил Синбад. «Я чужеземец. Я плыл на корабле по морю, и мой корабль утонул, а мне удалось схватиться за корыто, в котором стирают белье. Волны до тех пор носили меня по морю, пока не принесли к вашим берегам. Скажи мне, чей это конь такой красивый, и почему он пасется здесь один?» «Знай», отвечал человек, «что я конюх царя Аль-Михарджана. Нас много, и каждый из нас ходит только за одним конем. Вечером мы приводим их пастись на этот луг, а утром уводим обратно в конюшню. «Наш царь очень любит чужеземцев. Пойдем к нам. Он встретит тебя приветливо и окажет тебе милость». «Благодарю тебя, господин, за твою доброту», сказал Синбад. Конюх надел на коня серебряную уздечку, снял путы и повел его в город. Синбад шел следом за конюхом. Скоро они пришли во дворец и Синбада ввели в зал, где сидел на высоком троне царь Аль-Михарджан. Царь ласково обошелся с Синбадом и стал его расспрашивать. И Синбад рассказал ему обо всем, что с ним случилось. Аль-Михарджан оказал ему милость и назначил его начальником гавани. С утра до вечера стоял Синбад на пристани и записывал корабли, которые приходили в гавань. Он долго прожил в стране царя Аль-Михарджана. И всякий раз, когда к пристани подходил корабль, Синбад спрашивал купцов и матросов, в какой стороне город Багдад. Но никто из них ничего не слышал о Багдаде. И Синбад почти перестал надеяться, что увидит родной город. А царь Аль-Михарджан очень полюбил Синбада и сделал его своим приближенным. Он часто разговаривал с ним о его стране и, когда объезжал свои владения, всегда брал Синбада с собой. Много чудес и диковинок пришлось увидеть Синбаду в земле царя Аль-Михарджана. Но он не забыл своей родины и только о том и думал, как бы вернуться в Багдад. Однажды Синбад стоял, как всегда, на берегу моря, грустный и печальный. В это время подошел к пристани большой корабль, на котором было много купцов и матросов. Все жители города выбежали на берег встречать корабль. Матросы стали выгружать товары, а Синбад стоял и записывал. Под вечер Синбад спросил капитана, много ли еще осталось товаров на твоем корабле? В трюме лежит еще несколько тюков, ответил капитан. Но их владелец утонул. Мы хотим продать эти товары, а деньги за них отвезти его родным в Багдад. Как зовут владельца этих товаров? Спросил Синбад. Его зовут Синбад, отвечал капитан. Услышав это, Синбад громко вскрикнул и сказал, «Я, Синбад, я сошел с твоего корабля, когда он пристал к острову Рыбе, а ты уехал и покинул меня, когда я тонул в море. Эти товары, мои товары! Ты хочешь меня обмануть?» Встречал капитан. «Я рассказал тебе, что у меня на корабле есть товары, владелец которых утонул, и ты желаешь взять их себе. Мы видели, как Синбад утонул, и с ним утонуло много купцов. Как же ты говоришь, что товары твои? Нет у тебя ни чести, ни совести. Выслушай меня, и ты узнаешь, что я говорю правду», сказал Синбад. «Разве ты не помнишь, как я нанимал твой корабль в Басре, а свел меня с тобой писец по имени Сулейман Веслоухий?» И он рассказал капитану обо всем, что случилось на корабле с того дня, как они отплыли из Басры. И тогда капитан и купцы узнали Синбада и обрадовались, что он спасся. Они отдали Синбаду его товары, и Синбад продал их с большой прибылью. Он простился с царем Аль-Михрджаном, погрузил на корабль другие товары, которых нет в Багдаде, и поплыл на своем корабле в Басру. Много дней и ночей плыл его корабль, и, наконец, бросил якорь в гавани Басры, а оттуда Синбад отправился в город мира. Так называли в то время арабы Багдад. В Багдаде Синбад раздал часть своих товаров друзьям и приятелям, а остальные продал. Он перенес в пути столько бед и несчастьей, что решил никогда больше не выезжать из Багдада. Так окончилось первое путешествие Синбада морехода. морехода. Синбада